я в этом году спать буду не буду а арсентий наверное ёжик опять там дождик иди в баню блин арсентий кто там ёжик скорее всего дождик блин кенгуру ходячая где каш досик уйди и не трогай маленький ёжик совсем ребенок досик это не мяч арсентий морда твоя бесстыжая дос асентий покажи как ты улыбаешься но он сейчас не будет друзья улыбаться не трогать ёжика сосик вот дурын да ой дурын да пойду заберу сейчас у них его арсентий куда ты его укатил когда когда да вы офигели блин ёжик оттаскать ребёнок арсентий ты хулиган а где второй пацан ой дурын да кенгуру арсентий не стыдно тебе я буду в этом году спать или нет арсентий я спать хочу досик блин соседи скидывают ко мне тут бутылки свои гандурасы да арсентий досик иди прибежали арсентий косым взглядом смотрит и пацан и пацан нет сейчас он улыбаться не будет он улыбается когда его нужно закрывать не улыбаться смеяться он не хочет чтобы его закрывали пацан дай 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 нет о о кенгуретник прибежал все дай 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 Хочу извиниться, друзья, вчера видео не снимала, вчера целый день болела, целый день. Вчера у нас небо какое-то свинцовое прямо на землю опустилось, и вот с утра как встали, и мама, и у нее рвота, тошнота у меня, головная боль. Целый день, никакие лекарства не помогают, и как-то акрил под язык ложили, и миг, пила, и вот это вот, мне говорили, что я метеозависимая, ну, после сотрясения, но у мамы сотрясений нет, но, видимо, возраст, потом уже, когда вечером легла спать, посмотрела по интернету, а там окажутся эти магнитные бури, потом были взрывы на солнце, взрывы или вспышки. Сегодня с утра тоже встала, вот так, калашматит, думаю, лежи, не лежи, перепелок комбикорма, опа, твои яйца уже снесли. Главное, тогда они неслись, помните, говорил вам, потом говорю маме, говорю, комбикорм мало осталось, уже нужно убирать их, и они вот с перепугу за два дня вот, нанесли яйца. Этих мало осталось, они все возле кормушки почти, там двое стоят с краю, там двое с краю, там белых осталось, раз, два, три, три белых, и сколько-то там, я не знаю, серых, пестрых, воды налила. Ой, друзья, ну осень начинается, как моя невропатолог говорила, осенью, весной нужно ложиться под систему, как психбольные. На комментарии там отвечала я, там у нас был, ну всю неделю будет день города, выставка, вчера дочь, внучку забирала садик, сняла там лошадь, с поня шли, я вам короткий шорт, шорт закинула, чтобы не скучали, вот пришлось, я не знаю, сколько штук, 19 или 20 штук сейчас убрала, вот, друзья, я ей маме сказала, первый и последний раз я держу птицу, потому что покупать, ну перепелки продают, живых перепелок взрослых, не сушек, по тысяче тенге, здесь никто не хочет брать, здесь все курицы, гуси, утки, баранов держат, коров держат, здесь перепелок нет, поэтому пришлось само убирать, а еще вот это подташнивает, и запах крови не самое приятное, поэтому когда люди говорят, что вот, я бы того убил, этого убил, друзья, не так просто кого-то убить, это на словах, ой, баню затопила с утра, воды набрала, подтопила, потому что утром встала, было плюс 6, сейчас плюс 20, днем 20-22 было, сейчас плюс 20, сейчас уже 4 часа вечера, 5-й час, по-моему, вот, сейчас обработала, перепел домой, занесла, опалила, в тот раз не опаливала, лампой, паяльной, иду по пакетам, спасую, морозилку закину, морально тяжело, друзья, просто морально тяжело, не надо мне говорить, там начнут сейчас защитники, ой, как вы можете, это пищевая цепочка, для этого домашнюю птицу держат, на еду, одно дело, когда мужчины рубят птиц, а другое дело, когда женщины, и когда сама вырастешь, и потом самой забивать, это друзьям морально тяжело, не физически, физически тоже, помните, как-то рассказывала, что был или папин, или брата Махеровый, в советское время, Махеровый, шарфы были, вот, Махеровые, такие рисунки, он у меня сколько лет лежал в квартире, потом сюда переехала, там все, шмотки все забрала сюда, думала, буду зимой сидеть, шить, все, зимой, когда свободно время будет, но лежит и лежит, а его, ой, по-моему, это даже не папин шарф, папа, у папы такого не было, по-моему, мама ему вязала, это брата, а его жена взяла, вот это, вот это Махеровый, этот, закинул в стиральную машинку, в горячую воду, постирала, и он, знаете, как кошмаз стал, ну, такой ширины, вот он, такой длины, помните, я говорила, у меня старые простыни были, я вам рассказывала, как я сшила, вот, здесь, ой, где, здесь вот сделала дырочку, обработала, уголок вот так вот, и длинную, длинную, с двух сторон, длинный пояс, и прошила, вот, ну, он здесь немножко желтизной, потому что, когда поясница болела, мазала на поясницу мази, потом сверху, вот эта хэбэшная, ой, греет, поэтому, как халат, вот в эту дырочку просовываешь, второй конец, вот два хлястика, длинных, вот, вот так, два-три раза вокруг поясницы, завязываешь, прямо сегодня спасение было, выбросить жалко, думаю, у нас как-то нельзя мужскую одежду, чтобы она там где-то валялась, рубашки, воротники, манжеты, шарфы, мусульман, нельзя, чтобы мужские вещи валялись под ногами, думаю, выбросить, куда, половую тряпку, она не помоешь, ну, мохер, и вот сшила, ой, не раз выручал этот шарф, на комментарии отвечала, там, вчера, новые подписчики, это не старые, потому что старые почти всех я в лицо знаю, по почерку, по содержанию, там разные комментарии были, одна подписчица, подписчица или зрительница, не знаю, написала там несколько комментариев, под нескольким видео, я говорила, что, вот как вот полтора года уже веду канал, мне чего только не писали, и внешность моя не нравится, и что я делаю не нравится, и как ремонт там делаю не нравится, как строю не нравится, и голос, один мужчина писал, еще год, полтора года назад, когда про гусей снимала, писал, ой, какой голос противный, вот, это в самом-самом начале, и вот дождалась у меня, у вас такой голос, прокуренный, да, друзья, и пью, и курю, и запрещенные вещества принимаю, и бухаю по-черному, валяюсь во дворе, во дворе, на улице везде валяюсь, я не знаю, почему люди такие, у меня голос такой, я всю жизнь таким голосом хожу, то брови не нравятся, то что-то не нравится, теперь голос не нравится, тогда ходила, вот когда видео снимала, несколько видео, по ночам холодно, по вечерам же вхожу, на улицу, собакам, гусям там, потом, когда помоешься, на улицу выходишь, дома жарко, газовая горелка горит, тогда при вас, как подключила отопление, немножко похолодало, до сих пор включена, потому что там мама лежит же, чтобы не замерзла, дома жарко, на улицу выходишь, бывает по ночам, форточку открываю, и вот те видео, когда снимала, постоянно сидела, кашляла, вот, не знаю, на людей не угодишь, и про перепелок, мне сколько расписали, что я такая, бессердечная, такой участок большой, выпустите их, пускай они гуляют в саду, я не знаю, какой мозг должен быть у человека, это не курица, не гуси, которые сами уже привыкли ходить, это дичь, это дикая птица, они летают, мелкие там, по всей щели, там нужно, я не знаю, там весь участок нужно, где сетка закрывать, даже комментировать не хочу, бедненькие, им там тесно, в клетке, чем плотнее сидят, тем они несутся больше, им теплее, здесь тепло, здесь 25 градусов, на градуснике, на термометре, сейчас меньше стало, вот эта клетка рассчитана на 30-35, на 40 птиц, они прямо плотно сидят, и потолок невысокий, чтобы они не летали, которые в самодельном, кто не видел, новые подписчики, вот такие клетки я построила, высота 50 сантиметров, они подлетали, до потолка хватает высоты им, и вот эта клетка строила, здесь поменьше, тоже высокая цель для них, для них оптимально, вот так вот, 17-18 высота, не знаю, или, даже предположить не могу, или люди завидуют, вот я честно, друзья, да, завистью никогда не страдала, никогда, вот я вам говорила, когда телохринзин работала, говорила, что очень богатой семьи работала, много лет, вот, курсатка, которую я уже вначале, раньше говорила, в видео рассказывала, про это, которая меня устроила, туда бывшая моя курсантка, потом ее уволили, помните, на 8 марта, она к бабушке, моих девочек подошла, там с 8 марта поздравляла, так вот, я когда пришла, я тогда, ну, как-то на улицу, в дом не заходили, она, на машине подъезжаем, она раз говорит, так, посидите здесь, посидите здесь, сама в дом заходила, вот такой походкой, вот так вот, потом с дома выходила, и там, поехали, там, туда-сюда, я думаю, блин, какая молодец, деловая такая, но домой уходили вечером, пешком там, до, до дороги, до остановки, шли, вот, и сколько, сколько пока с ней работала, она всегда выходила от них, знаете, с таким чувством, выходит, говорит, блин, вот я разбогатею, у меня тоже такая вилла будет, у меня тоже домработницы будут, у меня тоже свои водители будут, свои телаки будут, ко мне пойдете телохранителем, это мне говорила, я ей говорила, райжан, для того, чтобы все это иметь, нужно родиться в определенный, в определенный день, как говорится, рождается золотой ложкой, или серебряной ложкой во рту, ну, она говорит, ну, хозяйка же, вот из простой семьи, ну, так карты выпали, так карты, она молодость встретила, тогда еще не сильно богатые были, ну, состоятельные были, но тогда не раскручены были, он молодая, она молодая, и чего это стоит ей, я тогда еще семью толком не знала, я говорю, ты думаешь, у богатых все так складно и ладно в семье, в жизни бывает, фильм живетели, богатые тоже плачут, у всех свои проблемы, у бедных свои, беды, у богатых свои, беды, свои причуды, и вот она потом, когда домой стала заходить, я рассказывала, там двери, наверное, не знаю, у меня высота потолков 3,20, там, наверное, метр по 4, не знаю, такие, как в театре бывают, большие такие деревянные двери, здоровые, там, наверное, 2-3 человека высоту встанут, такая дверь высотой, там шикарные, там перед домом, ой, там такие львы позолоченные стоят, там такие деревья посажены, кустарники, фонари, друзья, ну шикарно, домой заходишь, там у них, сразу на второй этаж лестница, и вот, с крыши, с потолка, второго этажа, до пола, первого этажа, хрустальная люстра, длинная, длинная, наверное, вот такая вот, в объеме, я говорила, там в зале у них, я не помню сейчас, не помню, или 3, или 4, хрустальные люстры, как в театрах, вот такие люстры, заходя, свет включаешь, и, понимаете, разноцветные, разноцветные, прямо, всеми цветами радуги горят, там, хрустальные, там и мебель позолоченная, и посуда, и все, ну, друзья, вот, и поэтому я, красиво, да, друзья, допустим, на улице, вот эта слякоть, все приходишь, ноги мокрые, там где-то по лужам, бегаешь, там от машин, когда я припарковалась, заходила в фойер, и там теплые полы, я тогда первый раз видел, что теплые полы бывают, разувалась, и сидела, стояла там, стояла, иногда, когда долго, сижу, хозяйка выходила, Зинаш, что сидите, я говорю, попу грею, смирялась, тихо, вот, так вот, вот, ну, со вкусом, все со вкусом, и в доме, и вокруг дома, вот эти топчаны, ну, все со вкусом, потому что, при наличии денег, любому, ну, не знаю, любому, как-то будет обустраивать свое жилище, жилище там, вокруг жилища, но для этого еще вкус нужен, и нанимать специалистов, как мне советовали, нанимить специалистов, чтобы они вам облагородили все, чтобы красиво было, друзья, зачем, я живу, как живу, меня все устраивает, здесь свежий воздух, я целыми днями на свежем воздухе, в квартире жила, я не знаю, там в день, один-два раза выйдешь на улицу, в магазин, с магазина, или, допустим, куда-то на работу, с работы, все, а здесь я утром вышла, забегаешь домой, покушай, там, кушать приготовить, целый день на улице, и только сплю и дома, пять лет, я столько свежего воздуха, наверное, за всю жизнь, наверное, не вдыхала, поэтому, не знаю, друзья, я никогда завистью не страдала, может быть, это плохо, но я не знаю, и вот моя напарница выходила, она, знаете, прямо до такой степени аж шла, и такая злость у нее кипела, она такой выговаривала, не столько мне, сколько сама с собой шла, вот у меня телохранители будут, у меня водители будут, у меня то будет, то будет, я говорю, дай бог, дай бог, дай бог, но тогда ей было уже за 30, я говорю, ну если тебя за 30, она, девчонка, вышла замуж, у нее в 30 лет уже это все было, говорю, поэтому я не знаю, я никогда не завидовала, я поэтому никогда у них, друзья, вот честно, вот руку на сердце положить, это вот зеркально, просто вот здесь левая сторона, я ни копейки у них не брала, вот я говорила, только вот то, что вата была, для одеяла взяла, и они когда обои меняли, там, чтобы перед родами, итальянские обои у них были, просто рабочих нас позвали, они намочили, и так они листами снимались, я забрала, хозяйке сказала, можно заберу, она говорит, забирайте, когда мы принесла, ну сильно не мочили, шелковые, я в квартире, в прихожей приклеила, вообще шикарнейшие, я магазин таких не видела, ну сейчас, конечно, бархолки есть, итальянские, там всякое, всякое в разном, а тогда таких обоев не было, были только бумажные, вот, больше ничего не брала, вот только подарки дарила, хозяйка мне, детям, джинсы детям, дольче габбана, футболки, дольче габбана, такое все, духи французские, а так, чтобы болеть, красиво, да, домой прихожу, там стол накрывают, конечно, ну, как в фильмах покажут, богатых, там такой стол, надо кричать, чтобы на кого-то докричаться, там, поварихи ходят, разносят еду, вот, домой приходила, тогда еще, еще мебель не покупала домой, старый диван, ложилась на свой диванчик, и лучше места не было, друзья, на свою маленькую кухню, пришла, покушала, пошла в свою тесную ванну, помылась, пошла в чистую постель свою, легла на свою, на свою кровать, не кровать, а диван у меня раскладной, и все, там телевизор, наверное, как пол стены вот этой, у меня вот обыкновенный, плазменный телевизор, там 82, или сколько это, диагональ, не знаю, и девчонки там, кто работали, ну, ты говорила же, кто вот это, воруют, там, туалет, в маму, продукты, таскать домой, я просто, так, кто-то у меня спрашивал, как, как зовут дом работников, друзья, зачем, эту повариху, я вам сказала, зачем вам лишняя информация, что можно говорить, я вам говорю, и вот это, дом работе, который с этим, с ватами я подставила, что вот это, она забрала домой одеяло, она убиралась у девочек, у хозяйки дома, вот в комнатах, а, там, полы мыло, а внизу, вот это все, первый этаж, там мыло убиралось, филиппинка, я вот сейчас задним умом вспоминаю, девчонки вечно, там у них, там заходишь, гардеробная, большая там одежда висит, там так вот, юбки, там джинсы, там платья, там все, там сейфы, здесь вот такие прям, пулки с украшениями, в сейфах там часы, там телефоны разные, я вот сколько сейчас, только вспоминаю, девки вечно, ну, свои же вещи девчонки знают, они говорят, туда дом работники зовут, там по имени называют, говорят, а где там моя вот эта вещь, она говорит, там, они говорят, мы не можем найти, бывает у каждого, что именно вспоминает одну вещь, нужно именно сейчас ее надеть, она искала, они говорят, ну куда вы дели, она говорит, ну не знаю, может постирала, может сейчас вещах будем, что-нибудь другое наденьте, там то цепочки, то еще что-то, а у нее была маленькая дочка, и у этой домработицы, она сама по телосложению, маленькая, маленькая ростом была, худенькая была, И девчонки, когда вот перед тем, как увольняться уже, девчонки были с ней одного телосложения. Я вот сейчас только вспоминаю, что они постоянно что-то не могли найти. То там бижутерию какую-то, то платье, то юбки, то еще что-то не могли найти. По мелочи. Я вот сейчас думаю, наверное, это все-таки домой таскали. У меня даже, друзья, никогда такой мысли не было. У кого-то что-то взять, украсть. Это крайность. И чему-то завидовать. Ну, допустим, кто-то купил какую-то красивую вещь. Или подруга пришла, или там родственник пришла. Видишь, вещь красивая. Ну, идет человек, он говорит, что, ой, блин, классно как. Все. На этом мое восхищение заканчивается. Но чтобы болеть, чтобы завидовать, я говорила, у меня одна подруга была, ее муж со мной в милиции работал. Вот у нас несколько, четверо подруг было. Две на, вот она и еще одна работали на телефонной станции. Одна медсестра была на скорой помощи, и я. И вот бывает, что к ним приезжая, ко мне мама приезжала, помогала то с дочкой посеять, то с сыном потом посеять. А, еще до сына мы дружили. С дочкой маленькой была, приезжала. И я маме с каждой зарплаты себе кофточку какую-нибудь, китайская синтетика. Китайскую кофточку себе брала, и маме обязательно костюм брала. Поэтому маме сейчас там в квартире шипонер битком забит. Мама там уже, никто даже не носил никуда. Есть любимые вещи, есть затасканные вещи любимые. И покупала маме костюм, и себе хоть дочке что-то покупала. И обязательно себе дешевую такую китайскую кофточку покупала. Красивую. У меня черная юбка была, классическая. Ух, горелка выключилась, гремит. И я вот раз прихожу к подруге, там все собираемся вечером после работы. Она у меня видит, и говорит, ух, у тебя кофта новая. Я говорю, ну, купила, говорю, на барахолке так смотрю. Ну, она там, она стол накрывает, все. Она становится черная, и начинается вот такая отрыжка. Я когда первый раз увидела, у меня мама раньше такая, у мамы раньше такая отрыжка была, когда с желудком проблемы были, мама поесть вот так вот, прям отрыжка. О, делала. Маленькие были, я боялась, когда мама так делала. И тут смотрю, она брови, знаете, вот так сделает, на стол там швыряет все, и подушки сядут, говорит, ты что, она, нормально все. И вот сядет так, и на меня не смотрит. И потом, ну, раз, такой был, два было. Потом как-то все говорят, ладно, давайте пойдем домой, у меня дочка ждет, то сюда, или они заберут дочку, домой пошли. И с подругами, с остальными выходим, и которая с ней на АТС работала, она говорит, Динаш, ну, ты не говори при ней, что это новое. Скажи старое. Я, ну, как старое, говорю, ну, я первый раз же мне одела, вчера, говорю, купила, в воскресенье съездила, говорю. И тут, ну, она дешевая, говорю, сколько там, 500-600 тенге по тем временам стоило. Она, говорит, не говори вообще, что купила. Ты же, видишь, она завидует. А по тем временам у этой подруги, единственное, как у нее был муж. У них только комната, квартира, у них там сервизы хорошие, у нее родители, отец хорошо помогал. Ее путевки, она в Англию летала, в путешествия. Вот такого плана. Вот. Я говорю, чему мне, чему завидовать, говорю. Муж есть, двое детей есть, дом полная чаша, одежда тоже всякая шикарная. И на мою вот эту китайскую какую-то кофточку там были вот здесь рисунки павлины, сзади павлины, или там здесь какие-то олени были, там сзади олени были. Помните, наверное, китайские были? Симпетика сплошная. Я говорю, чему завидовать? А вот эта подруга, она старше всех нас была, она говорила, что вообще при ней не говори. И ко мне домой, когда приезжала, приходили, гости звала, приходят, увидят что-то. Это новое! Я вот как дурочка всякую, говорю. Ты че, ты в тот раз была же, в прошлом году. В прошлом и позапрошлом году это кто-то подарил. Это старое. Надо тебе она? Ой, нет, не надо. А это че, новое? Я говорю, ой, нет, это старое. И как они, подруги приходили, улыбались. И как они приходят, вот она приходит, и у меня дома все старье. А это на тебе че? Я говорю, ой, это старое. Это, это тоже старое. Дай тебе. Она, да нет, не надо. Потом я только приловчилась к ней. Вот человек до такой степени болел. И вот почему мы с ней разбежались, хорошие подруги были. Просто вот эта, которая на скорой работала, она потом сына родила, там отдельно переехали. Которая вот эта, с ней работала на АТС, она потом тоже с ней разбежались с пути дороги. Потом как-то встретила, она говорит, ой, у нее дома проблем были, она подруга позвала к себе жить. Потом начала попрекать куском хлеба, там туда-сюда, в общем, там что-то. И она говорит, я ушла. И не общается потом, эта старшая, которая на пенсию вышла. А я их один раз видела, ее, привет, привет. Как раз вот у медсестры, которой папа умер, мы на похоронах там встретились, через сколько-то лет. И все. И уже сколько лет, уже, наверное, лет 20, я их не видела. Потому что работа, переехала в другое место, все. Вот. И тогда вот она, то, что ее муж меня отвез на Иссык-Коль, когда-то я беременна была, сыном не знала, что делать, аборт делать или рожать. Мой будущий муженек появляется, потом на неделю исчезает, а он в это время уже гужбанил. Ой, мне кто-то еще написал комментарий, ну, смысл такой, что типа сама виновата, что не видела, что ли, за кого замуж выходишь, там, начинают рассуждать, там, начинают на камеру что-то болтать, что, если видел аж, какой он. Друзья, если бы он знал, где упасть, соломки бы восселил, правильно же? Если бы все были такие мудрые по молодости, наверное, и разводов бы не было бы. Уже, я не знаю, мне пора привыкнуть к таким комментариям, к таким людям. Но с каждым разом вот один другого хлеща. Что взбредет в голову, то и пишут. Вот, позавчера уже легла, видео загрузила вам, легла спать. Уже на видео говорила 9 часов, уже где-то 10-11 час был. Разделась, легла, слышу, Арсентий лает и лает, лает и лает. Думаю, блин, отделась, потому что лай специфический. Думала, ежик где-то бегает. Пошла там возле беседки. Да, вот такой ежик я прикрепил к этому видео. Вот такой ежик. Потом пошла, думаю, за ведром, сняла вам. Пошла за ведром, смотрю, прихожу, уже ежика нет. Арсентий в зубах его оттащил к той стороне, к тому углу беседки. Но пока они его не покалечили, ведро закинула и туда на улицу, на лужайку, в травку выпустила. Потерялся, видимо, маленький ежонок вот такой. А все лето же были вот такие ежи, ежихи. Я вот одну блогера смотрю, женщину с России. Где-то с Краснодара, что ли, с Волги. Она прям показывает, у нее там ежик только большой. Она собаку свою кормит. И потом вначале там какая-то каша остается у собаки. Она на землю бросает, и собаке свежую кашу ложит. И выбегает ежик, и стоит ест. Она его прям снимает, собака подходит, ежик раз на нее посмотрит, и потом стоит ест, прям шмякает там овсяную кашу, что ли, ест. А эти, я не знаю, наверное, может быть, если собак не было бы, может, они бы и не боялись. Я вот сколько здесь живу, 5 лет. Все лето вот такие вот они, собаки начинают гавкать, и вот они клубком свернутся. Сейчас Досик уже перестал их лапами. На видео, правда, немножко кусать собирался, и лапой хотел бы так. А в самом начале, когда вот они, Досик подрос, и вот ежик как-то пришел ночью, и Досик и Арсений начали его кусать, кусать лапами, потом лапами ее стукнут, и, видимо, накалываются. И стали кусать его, потом ежика взяла, туда на улицу вынесла, на траву, там, на поляну. Утром стою, смотрю, у обоих собак вот такие. Ну, на, капуши губы. Кусали, видимо, и вот такие вот прокололи. Вот такими губами ходили. Это большие ежи. А это у маленькой, не знаю, он или лапой закатил, нет, наверное, скорее всего, он там прямо на видео видно будет. Так, за колючки брал и тащил. Вот. Поэтому, друзья, у меня не знаю, хорошо ли, или плохо это, никогда зависти не было. Я никогда этим не страдала. Мне кажется, это хорошо. Брат у меня, даже в последнее время, мама сама замечала, брат немножко завидовал. Ну, я сейчас не буду говорить, тем более, брата сейчас нету. Ну, то, что считаю, машину купила, потом-то дом купила. Я, друзья, купила это все, я всю жизнь копила, никогда не шиковала, живу посредством, никогда в кредиты не брала. Коплю, 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 но когда в магазин идешь, можно все купить, правда же? Все можно купить. И то надо, хоть хозяйственное, хоть посуду, хоть одежду, все можно купить. Ну, надо немножко с головой дружить, если у тебя это такая острая необходимость. Я вот тогда, помните, говорю, я к соседке на свадьбу ходила, посмотрела, мне, в принципе, одеть-то нечего, там, ну, белый-голубой тоник. Я купила себе белый петчак, думала, белый петчак всегда пригодится, тем более, такой, знаете, летний-весенний, летний-весенний-осенний накинуть из лен, леной. А так? Ну, когда теперь куда-то нужно мероприятие, там, конечно, пойду, там и платья куплю, и, там, допустим, брюки, наверное, какие-то покупаю, нужно на выходку что-то купить. Ну, сейчас, как вот маму бросишь, поедешь по бархолке, она бархолка, как болото, зашел, и все, и бутик, 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 и пошел, 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 и ныряешь в одном месте, выныриваешь, о-о-о, на другом рынке совсем. Потом, думаешь, чтобы сюда пройти, ныряешь обратно в другой ряд, по этому ряду идешь, 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 и смотришь, вообще на другом рынке вышел. Даже когда работали, там тоже, это, лабиринты. Поэтому я не знаю, друзья, когда есть необходимость, допустим, дома, ну, как элементарно, допустим, смотришь, соль заканчивается, я подкупаю, несколько пачек соли беру, смотрю, пищевая сода заканчивается, несколько пачек пищевой соды беру, там, допустим, мука закончилась, пару пачек муки беру, сахар, сахар, ну, так вот, так же и одежда. Если мне необходимости нет, допустим, я сейчас никуда не вхожу, у меня вот эту спортивку я брала сыну на день рождения, ну, ему что-то не зашло, она новая, он не носил даже с ним во дворе. Он говорил, ой, мам, я уже с такого возраста вышел, вот, я сама ношу, и штаны, и вот это вот она новая, постирала, вот она чистая. Футболка тоже. Ну, зачем мне покупать спортивку, допустим, какую-то шикарную, когда у меня эта хорошая, вот она, новая совсем. Надо доношивать, если у меня калоши есть, калоши, зачем новую покупать, когда мне эти нужно доносить. Если у меня туфли, сапоги есть, надо те доносить. Поэтому я никогда вещами не страдала, чтобы этим бесчизмом, накопительством. Тут писали про банки, вон, не падайте, видите, вон банок пустых сколько писали, зачем вам столько банок, надо выкинуть. Но оно хлеб не просит, друзья, пустые, на верхнюю полку закинула, на верхнюю, на вторую немножко стоит. Стоит и стоит. В этот год мне не сделала, на следующий год сделаю, на следующий год не сделаю, пускай стоит. И я, допустим, родственникам вот эти соленья и варенья раздаю, я никого, в советское время, помните, кому-то что-то отдаешь, говоришь, потом банку отдашь. Или давай банку взамен. Сейчас такой необходимости нету, в принципе, если не будет банок, я пойду в магазин, и когда лет наступает, банки такие продаются в магазинах. А зачем я сейчас буду выбрасывать, чтобы потом покупать? Ну, стоят и стоят. Это подвал. Это не выставка кто-то, здесь все необходимое. Здесь сырости нету, пол бетонные, стенки бетонные. Здесь летом 20-22 было температура. Потому что на улице жарко. На улице 43 в тени, здесь 20-22. Зимой там минус 20, минус 30 на улице. Здесь за счет вот этого, я еще окно прикрываю, за счет газовой горелки. Здесь 18-17, когда сильная холода на улице, здесь 15 градусов. Нормальная. Здесь у меня картошка храню, морковку, лук храню. Вот, друзья, поэтому сегодня какое-то видео ни о чем, потому что я на самом деле себя плохо чувствую. И подташнивать, сейчас еще надо пойти перебелок, до ума довести, в морозилку закинуть. Готовила вчера рассольник. Помните, показывала, там банка литрова была у меня, года два или три назад я свои переросшие огурцы просто порезала кусочком. Нет, чтобы семена вытащить там, с большими семенами. И масло добавила и прокипятила, как осенний салат. И вчера что-то подташнивала, думаю, что-то кистенького охота. Вот один окорочок и вот это почти пол, больше полбанки. Рис туда закинула, картошку, морковку и это сделала. Рассольник. Ой, классные, друзья мои. Кисленькое, самое то, когда у тебя подташнивает. Сейчас, наверное, там две банки у меня огурцов. Сейчас одну банку, наверное, открою. Вот такие дела, друзья. Так что извиняйте, что вчера не вышла в эфир. Сегодня тоже пока без всяких историй. Ну, как есть, друзья. Зашла к вам поздороваться. Кстати, меня там спрашивали, постоянно спрашивают девчонки. Вчера кто-то спрашивал, как я вылечила пяточный шпоров. Вы знаете, я как-то и забыла, что вот она. Иногда бывает, полежишь, раз, встаешь, раз, не, ну что, наступаешь на пятку, не будешь побаливать. Я там писала в комментариях, этот, пятка шпор. Вот такая маленькая пластмасса, вот такая мензурка, не мензурка, а такая баночка. В центральной аптеке восемь тысяч. Там она вот такая, и половина, знаете, такое, бежевого цвета мазь, пятка шпор называется. В таких аптеках нету, только в центральной есть. Ею мазала, потом фулфлекс был, мазь и фулфлекс таблетки, капсулы. Ну, капсулы раза два-три попила. И потом то, что вы мне писали, и вот эта, как его, желтая трава, тоненькая, повелика, повелику прямо так сматывала, и под пятку в носок. И в ней ходила, прямо, знаете, она хрустящая же, надавливается. И потом, когда первый день положила повелику, ох, меня ночью, потом на ночь убрала, ох, меня ночью, знаете, прямо спульсирующая боль в пятке была, вот так вот. Все лето вот это повелику ложила. Потом, что я еще ложила? Потом мне советовали баране косточки обглодать вареные, и помазать пятку, и собакам дать, и косточки так делала. И у меня такая вот тренажер есть, там ролики, и на роликах была, и на поликадах Кузнецова ставилась. Не знаю, друзья, всем спасибо. Не знаю, что помогло. Многие мне тоже писали, что то, то. А, я же на физиолечение еще ходила. На физиолечение ходила, потом не удар на волдовую, а лазерные. На лазерные, что ли? Сейчас вот щупаю, там все равно вот это вот, или это носок. На лазерную, лазерную эту. Нет, носки сняла, вот щупаю там это. Не болит. Хожу, не болит. На каблуках сказали ходить, ну, на каблуках я вам рассказывала. Туфли надела на дочери, на большом каблуке, там в коридоре на ламинате распласталась. Как медуза, горгон лежала. Потому что пока запчасти не сломала, сняла. Поэтому даже не знаю, что мне помогло. Но раньше у меня на этой же пятке, у меня эта шпура вылазила. Это второй раз в моей жизни. Давно-давно. И вот я помню, в интернете почитала, или в аптеке мне сказали, фулфлексом мазала, 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 у меня прошло от фулфлекса. А вот это, я с этой таблетки взяла. И в этот раз, знаете, вот эта пятка шпур, эту пятка, которая болела, и левую пятку мазала. И то, и то, и этим фулфлексом. Думаю, что там тоже, там строение такое, там такая косточка. И вот там отложение солей идет. Я и ту, и ту пятку, когда помоюсь, вспоминаю, мажу. Хоть и не болит. Помоюсь, когда вспомню, опять мажу. Поэтому, друзья, ох ты пацан, а! А ты залез на нее, а хватает. Самочки смотрю, здесь прямо выщипывали эти перья. А, видите, залез белый на пеструю. Мне кажется, им вообще без разницы, на самочку залез, или... Ты что хочешь? Ох ты, паразит, а! Видите, да? Вот это, ой! Ой, паразит, а! Ой, извиняюсь. Вот это, видите. Ты не кусаешься, нет? Ой! Ой! А вы? Ну, этих я родила, пеструю. А белых я готова покупала, смотри. Пуча-пуча-пуча. Пуча-пуча-пуча-пуча-пуча-пуча. Ой! Ты посмотри на него, а! На паразит, а! Видно он, да, вот этот, смотрите. Ух ты, клюв, а! Видите, вот аккуратно ноготь клюет. А белый... Паразит, да? Ты тоже паразит. Сексуально озабоченный он. А, за кого у тебя схватить? Так. Хе-хе-хе. Не нравится? Пуча-пуча-пуча-пуча-пуча-пуча-пуча-пуча-пуча-пуча-пуча-пуча-пуча-пуча. Вот эта лысая голова. Ладно, друзья. Пошла я домой. Вот так она снимаем. Видите, мешки под глазами. Вот так, вроде, мешков нету. Все, давайте. Ваша Зинаш.